Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. С начала года в Минске на пожары и загорания спасатели совершили более 140 выездов. На пожарах погибли уже 3 человека. За это время из опасных зон работники МЧС спасли и эвакуировали 171 человека. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе от врачей скорой в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире на улице Якуба Колоса едва не сгорела заживо 47-летняя хозяйка. В результате личной неосторожности попытки прикурить сигарету от горящей конфорки газовой плиты на ней загорелся свитер. Сейчас женщина находится в ожоговом отделении. Она получила 30% ожогов тела и медики оценивают ее состояние как тяжелое. Причиной пожара в частном доме по первому переулку Воснецова в выходные около полуночи стал также нетрезвый курильщик. 77-летний хозяин домовладения. Оперативно прибывшие огнеборцы справились с огнем. К счастью, никто не пострадал. Помните, именно неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Будьте осторожны с огнем. Минск чрезвычайный. И еще об одном происшествии в выходные, которое, к сожалению, закончилось трагически. На пожаре в квартире по проспекту Рокоссовского погибла 81-летняя пенсионерка. Спасатели обнаружили ее в коридоре без сознания. После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть женщины. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, оставленное без присмотра зажженная свеча. Вчера вечером в столице произошел еще один пожар, в результате которого погиб пенсионер 1929 года рождения. Трагедия произошла в квартире на улице Берута. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Минск чрезвычайный. В понедельник в республике началась профилактическая акция МЧС «Безопасность в каждый дом». Она призвана привлечь внимание к проблеме пожаров и гибели на них людей. В фокусе внимания – люди, злоупотребляющие алкоголем и ведущие социальный образ жизни. Спасатели посетят наркологические диспансеры. Встречи также организуют в центрах безопасности и аварийно-спасательных частях. Кроме того, в течение месяца проблему пожаров обсудят в трудовых коллективах, со студентами вузов и колледжей, а также с пожилыми людьми. Такой была оперативная обстановка в городе на прошлой неделе. До встречи в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.